а так у него два лука он спалился а киньте мне короче косарь стрела каких ну ваших нормально киньте киньте этим 16 до стрелки вот по не надо мне достал все и сумка насколько 2 прислать и сумка все я готов стриме всем привет с вами андрюха 2p все задрачиваем войны из 2 классик имеем 48 как видите мелочи приятно вся пачка у меня 45 плюс в общем топим настолько насколько это вообще возможно для нашей party вот как видите заточила как на плюс 10 я хотел так пошутить если бы меня мои же ребята не сдали что мне стрелы на дегрейдный лук да и действительно слб плюс 10 у меня в руках товарищ мой продает попросил помочь с этим вопросом так что если кого-нибудь интересует слбашка плюс 10 ну соответственно топ магазинный лук и здесь дегрейдовый то пишите кричите говоримся или по крайней мере скажите своим друзьям которые желают что-то подобное что у него там 247 по атаки 85 мах атаки тоже немало кстати вот но в нем есть некий смысл может быть некий смысл даже на 40 плюс потому что соски дешевые дешевые атаки у него не намного меньше чем у аката вот а соски дешевле то есть если ты можешь себе позволить какой-то кач такой довольно таки быстренький но не совсем уж ты еще олигарх чтобы там на c сосках то наверно с точки зрения экономической оправданности с этого прикольнее было бы дешевле сосками убивать могу ну вот на двадцатом если такую штуку взять это вообще какая-то жесть будет наверно хотя может быть можно даже взять и на первом чё там там штраф на промахи же бой до минус 16 но вообще не попадешь похоже с нынешней механикой даже нормально будет попадать прикинь тема до первые левелы слова плюс 10 здравствуйте абсолютно любой класс даже мага вообще пофиг кто угодно там какой-нибудь доминантный спойлер например чисто закидывает спойл выстрел и свит как хорошо конвейер спойлер со мной сегодня и костяны вован здорово парня привет дарова я хотел шоу валан 1 поздоровал раньше меня хоть раз ты хотел услышать робота да значит как-то не робот король такой вот лучок такие вот с ним статы вы видите до 1070 но сака там будет поболее 1289 вот поэтому по мобам я наверно все таки постреляю саката не буду наказывать своих сопартийцев на опыт но периодически буду доставать этот фонарик и махать ним пока ты марш я скажу господа если вы хотите максимального качества смотреть видео нужно ставить выборе качества source это будет так как у андрей на мониторе все что другое там сайт и так далее это все ниже максимальный интернет сорс и остальное понижайте там да у нас партнеркам и класс да точно я ли вообще забыл что-то за день уже завис забодался забыл поделиться радостной новостью заработала партнерка сегодня наконец-то вот теперь можно там качество сразу же получать подписочки платные ну всякое такое я еще не разобрался там какие-то иконки нужно будет делать смайлики завтра хочу этим всем делом заморочится понять как все работает ну ты сразу выбрал качество костяна ну чудесно наконец-то а еще костян обещал до следующего стрима подогнать еще музонечка какой-то есть такое костяна cont에서 да-да догоним подгонил но у меня он уже там на самом деле был просто на ноутбуке который сломо ну я еще раз качаю не поленю сейчас прям ударами думает еще полсотни треков коллекцию оставzyć сильно да быстро расходятся слухи мне уже стрим пишут привет говорят у тебя лук синие вот и видел костян черный плач вообще нет да как тебе я уже обдумываю идею смайликов которые для людей которые подпишутся один из них надо будет рожу черного плаща обязательно просто сделать да 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 походу да надо сей бота поймать короче поймаю сегодня на ребят иските идеи есть у вас для смайликов и на подписку платную пишите чатике блин что-то на 49 опять как-то заметно медленнее пошло отчетаем не дашь от плюс 10 лук какому-нибудь там бд чтобы он стрелял о вот эта тема только бд только бд устал бд у нас устал когда отдохнет мысль конечно хорошая ребята ну тут как ребятки предлагают рекламу раз полчаса кидать что в эти деньги зарабатывала партнерки ребят когда совсем разберемся полностью все это заработает мы будем видеть когда у нас подписываются на экране там будем чат иногда включать только для подписчиков так далее но пока просто не тесте реально вот дали партнерку качество появилось мы рады уже что люди могут нас смотреть мобильников и ну пока просто вот этим не заморачивайся но вообще он как мы не очень любим просто вот напрягать людей рекламы поэтому вряд мы что-то такой будем спавить так что все будет нормально да 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 ты прав костяну мы не любим напрягать людей рекламы так что покупайте 1 на power level а если хотите там купить переходите по баннеру который под видео да так мы не вообще не но не любим напрягать обычно это не мы такие это жизнь такая вот это тут хорошо смотри стрелочек придумал подарки да конечно будет честь не с ними мурик жена смотри жена черного плаща или плаща ну я так выхватил нормально сам радует меня этот ребятенок ракетман что за план б первый раз вижу чуть закон табы чувак я смотрю да нет дня в арку нас в секретных подземельях отстаивается вот а пока что у нас костя знаешь какая ситуация у нас 43 плюс пашка вот у нас есть книжка хосты а вы не думаете тогнуть ппшку нет а вдруг супер полу плпп есть матрес там 1 ловил или нет он ждал клан рез и по планету клан реза нет да 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 1 проживали 2 проф там нету ради первого матрес нету нафиг нафиг вот такие вот дела ну мы просто подумали и решили что быстрее пп до 44 дотянуть чем варка до 48 прикинь какая арифметика этот люди подсказывают горит что мы глупые не понимаем что твич то платит деньги как за просмотр рекламы они за ролик и чтобы как бы это мы не собираемся напрягать рекламу это плохо смысл было в партнерке ребят но я объясню партнерка для того нам была нужна во первых чтобы вы могли смотреть с качеством которым вам удобно для тех у кого слабенький интернет то есть первую очередь для этого а то что там хочет первую очередь для меня и для вавана конечно да а мы кстати интересно нам надо будет развивать ролики пополам или может быть так заливать вот чем вопрос да хорошо бы чтобы не надо было по тестере а я не думаю что я сегодня буду больше двух часов стримить костюм но больше чем час 53 на я под простыл прикинь тут вдв ну ветра гуляют я лысим работами искал а я здесь уже две недели гуляю и простудился поэтому ну такое состояние не очень прикольная на самом деле вот а ночью эти рассказывать аж самого такое была температура к типа 37 ну да но два дня у меня это было продула до ребят подписка появилась она должна быть где-то под видео у меня не отображается почему-то потому что у меня браузер хоть левый но у вас должна быть кнопочка подписаться тыкайся половина денег идет андрея половина твичу но если еще стриме я думаю всех подписчиков будет специальный значок перед ником по каналам не работает еще на бред ну да завтра нарисуем я записываю все ваши идеи для смайликов ребятах можете предлагать евро списочек составил а уже короче подписывать я вижу в форму вадун подписался спасибо спасибо а еще прикинь костян мучу за мучили у нас же перчик уже 46 вот там хекс лава лапнулся ему бы ему желтая короче секс вообще так нормально проходит молоды пэс нормально прибавлять ну так пойдет то команда живет конечно ты петь ну нормальная тема он пасан аква лакаса пришел кто пасан аква лакаса стрим на венчах стрим 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 а чтобы досок досмотрелся на 3 балла кота а там и значки короче можно делать и смайлики подписывается у него перед ником появляется значок и кстати вот он уже есть я вижу подписался человек у нее звездочка перед ником она дефолтный какой-то но да скорее всего а еще не будет набор специальных смайлов которые ты нарисуешь как бы и когда будет очень жесткий спам флот когда будет много народу смотреть там иногда например мы можем включить чат только для подписчиков и чё с ними обсудить какие-то вопросы задать там вопросик вот ну такая тема знать скорее знаешь кто хочет тебя поддержать но у него нет возможности кидать на киви кошелек например как у меня да но есть кредитная карта где можно два клика нажать и ты подписался как бы не париться ну скорее вот так вот но тут главное что качество ее подписка так тоже конечно плохой бонус на все стороны дефолтная звездочка посмотрите это расположено надо сейба то короче тащить на стрима разрабатывать с ним прямо сейчас концепт логотипа для подписчиков злой делаешь отнял у меня админку я не могу никого тащить не знаю зачем это сделал а ну-ка делал я не могу найти чё-то я чё-то а увижу-вижу sps 39 лтп а чё он прикольный давай его сюда да если он в пачке качать думаешь не знаю он обычно не может найти пачку никогда сейчас сидишь но он скорее всего сидит просит чтобы его взяли понял человек который на тебя подписался короче по-английски пишут они по-русски соляшка санки бро там надо запомнить первого первых по пять подписчиков надо в историю внести и прям под видео будет записать первые пять будут как бы это знаешь как первые пять кого-то убил на сервере 5 это мало 666 человек нас сейчас смотрит почему бы это я как раз сейчас звонил своему провайдеру мне сказали что я буду продолжать пользоваться мобильным интернетом пока все печально по-прежнему айронмен ну ты вообще просто я в шоке дняша андрюха как ты считаешь вот после 9 марта пойдут мувики как ты нагибаешь или как ты нагибаешься нет я не нагибаюсь никогда вообще то что такого не может быть ну а если сильно на жизнь тебя встретить не ларо я могу перегнуть короче понял перегнуть зайти не ноги там зайти не по шансам и спотыкнуться в атаке так могу но могут и в тебя зайти не по шансам и по размеру и порвать все порвать лук если его стучит разорвать колчак найдутся всегда люди которые этой стрима вырежут наложат там какие-нибудь черные плащи и прочее и так что разные будут мувики я думаю но в любом случае как бы плохой или хороший то есть если качественно сделанный мувик мы скорее всего засветим его в группе потому что но если люди стараются и действительно умеют и делают то почему бы нет если это весело ну да какой твой любимый мувик про тебя андрюха на данный момент ну за голосование однозначно да это самый четкий но это мувик как бы это как сказать то это не мувик где андрюха был но это креатив самый смешной да реактив бесспорно но там не участвуют персонажи сам двп персонаж ну это а из серии на минутку отойду да на минутку отойду тоже неплохо ну нет самый первый нравится это какой ну самый первый где ты это там смак крита маккарит ловишь то есть начинается музыка он такой ну в кроме кроме да 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 все нет они все хорошие просто есть любимые а ты знаешь андрюха не уверен что по любому когда мувик начинался под этот трек даркси да вот этот черная заставка все люди ожидали да сейчас будет наебалово а план мандер а ребят кто только подключился чтобы было максимальное качество нужно ставить не хайк а соорс выбери качество ставите соорс а а инфантри муви велкам спасибо что подписался уже два сэнкс на такую не знаю что значок будет корону такую сделать элитное короче у нас типа элитный клуб будет и у него во всех подписчиков у корона может логотип ареса или или ребята из других сайтов не будут можно типа сделать как смайлик предложили а это какая-то больше улыбка джокера тогда хочу брать подписчиков подтах всех вообще да писал спотах делаешь потом будет от кусток народы кто эти люди да тут сейчас эль гварди аж активно бегает с нашим там там что да ну как всегда вытрачивают там ребятишек всяких станет там харасят всячески пока что то вот вот был тот случай мне сегодня столько народу писала ну в чат что наши беспределят там раздевают под мобами просто покажет ни за что и так далее спрашиваю какой клан говорят эль гвардия ну да на самом деле я не очень поднимаю этих людей из эль гвардии мало что репутации в рафлан испортили продолжать какой-то от к трешечка ну а там серьезные дядьки как бы не ну может они просто отыгрывают может быть но они всегда вроде были адекватные во всех проектах которых я их видел то есть он например в танках у них есть к это фей который вообще там вел как бы с турниров ну как стример знаешь там турниры освещал тут не такие серьезные взрослые дядьки почти все и какой-то вот этот шаг я тут не знаю не но свою позицию так бегай по своим тагам и отстаивай свою позицию не может быть они изначально как злодеи сюда пришли играть почему бы нет а кстати серьезная игра почему ну потому что бандитами будет гораздо проще чем серьезно отыграть ну ну как они просто ну выбрали вот такую себе так сказать планеров видите там решили поиграть одни против всех на полном беспределе почему вообще кстати прикольная позиция то есть а против всех одиночных таргетов которые по ночам пытаются а это уже не важно ночные качки просто они понимаешь они как бы они вообще молодцы да то есть они играют идеи ну не нравится ну приди убей их ну 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 спасибо первых пятерых я точно не напишу обязательно уже четверо спасибо друзья Костян 5 мало ну будем расширять потом горизонт записываю сразу 10 красивое число я до конца этой недели буду минут находиться слегка в режиме зомби потому что это слишком много играем но есть задачи которые надо успеть выполнить а ты не знаешь какому числу у вас четвертый левел клан планируется вообще сегодня уровня сегодня мы инвайт пачки возможно увидим на 3 возможно у нас уже четвертого клана вроде бы как да 4 отлично не рассчитываю а он делал вот такой маленькой сделать ну не знаю и красную птичку как-то это не донос там сколько шесть или восемь вначале можно потом только расширять у смайлов а я просто предвкушаю что сейчас чат запестрит что смайликом должен быть значок варлевел хочу нормально тему кружочек от повалил с маленьком кандамайзер и римус велкам спасибо 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 слушай пока что получается там 6 можно целых разных смайликов сделать а они имеют какие-то названия ну виде там тэгов каких-то да 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 и ты сам придумаешь соответственно и название ну типа тэг смайла да 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 сам как думаешь сам как бы все делаешь работу можно настроить чтобы там он списках выдавал но и но мы их напишем этому под видео по моему нам или бы 6 либо 8 в начале но когда у тебя уже там сколько подписка на нем не помню эти условия можно расширять вот я точно знаю что вам там 14 смайлов но сразу он не мог их поставить зачем постепенно дорисовывает когда вот ну и соответственно можно всякие там эти счетчики подписчиков за день там и какие-нибудь награды если достигать вот например что ты то станцию за 20 подписчиков о боже это жестко как ему эти пойдут сразу не но я вроде бы позиционирую как бы этот канал так что цирка не будет но именно откровенно то есть циркачи есть в ассортименте я как-то не хочу вырваться вовсе число то есть у меня скоро выгонишь да куда же тебя выгоню список подписчиков говорят google docs нормальная тема блин надо будет разбираться с этим функционалом у меня что-то уже голова я прикинул сколько там всего что должно быть ну да тут на самом деле много не но радуй что нам теперь как бы твить больше ресурс выделяет действительно круто я не очень понимаю почему так долго это было затянуто все только уже 3 месяца нам ждали ну да не не три костяне не не 32 новым годом и нафига до 20 значит ультри ну да где так сколько у тебя по поэтому они не меняется ничего костяне 29 как было так и есть мы нигде никого тут не особо не встречаем а если встречают нас то ребята там ну типа такие ну под 55 понял ну там все еще короче больно извините простыл вот она не успеешь 50 к церкви до 9 пастан нет тут xp уже так прилично поменьшего а зацепт сказал он тут спрашивает ну процентов через 25 будет 46 перегнал вроде как на левел гонял недавно и будет у нас сон хофф винт нормальная тема такая ну да можно будет убежать от моба но пр пр в этом плане лучше не не ну смотри сон хофф винт потом клан вв и уже как хорошо да плюс 23 даже на первом уровне будет уже соответственно мои 181 мс превратятся в 204 зацеп подписался спасибо зацеп не знаю как он умудряется водить парики еще и подписаться я кстати вот эту вот тему с озвучиванием те кто подписался она немножко наверно зря я затеял лучше чтобы потом на экране уводился потому что подписался человек с ником гладкая жопа я вот думаю если как бы люди начнут делать странные ники заготовочка еще одна один кусочек на фп остался точно там фп заготовка или нет я что-то не вижу да полный латный доспех счет я практикал нового на ребят тем временем еще раз напомню для того тех кто не видел вот такой лучок продается это если бы плюс 10 вот топ-д-лук ну не топ-д-топ магазинный да вот атаки почти как у оката ну вот так хорошо начало вот такой вот значит лучок продается значит тут ручка укропчик ходите берите все свежие только с грядки сам выращиваю продукта но я стажируюсь ты меня на самом деле раскрыл я стажируюсь на всякий случай продавцом магазин овощей скорее всего буду овощей продавать больше скорых братьев ну лаван ты будешь короче открывать продажи да конечно я найду себе кепку и буду просто помидорной головой я просто слышал что торговля людьми это прибыльный бизнес я слышал что вы как запретили сейчас но не факт можно да ладно запретили поеду в голландию там будем торговать интернет на рост и можно торговать мы можем роботами торговать я не продаюсь бендер ну ты что-то совсем на голос плохой стал ты знаешь об этом я и на голову плохой в общем такой вот лучок петрушка помидор огурец все свежий прямо зарядка вася все стажирую стажируюсь есть первые потенциально баке из самых топ вопросов который я просто пропагу прочесть это сколько стоит подписка ну а там уже написано вроде бы 5 долларов 499 но это написано человек спросил ему не очень маленький монитор я бы мобильники а я пытаюсь понять где тут вообще включить например чат только для подписчиков это что тестирую функционал модераторский что-то я ничего не вижу а там нету отдельной закладки типа такого что есть я могу сделать там чат чтобы там например раз минуту человек мог писать там такие темы но чё-то вот такого ничего нету но может отдельными кнопками надо размутить у меня есть хороший товарищ пашка он же здесь кстати модератор который и магнате вот ну или магнат в этих палочках как сказать не знаю правильно я думаю он не подскажет что с этим делать потому что у него есть опыт управления каналом спад но с партнеркой а я думал у него есть опыт а даже лука овощей и роботов я гибрид это типа металлический робот огурец нет это консерва это консервированный овощ да андрюх вот вопрос который меня волновал до глубины души чем отличается безглавый рыцарь от рыцаря без головы уровнем уровнем безбашенности ну нет один там что ли 48 другой срок 9 как-то так или 49 и 50 не помню круче 1 x 3 2 x 4 не знаю что посмотрим который с 4 тот и круче понял то есть без головы это так они оба они оба как оба x4 а я жить и возле один да а да тоже 4 даже не знаю тогда даже не знаю кто из них круче вован а это зрители спросили или ты сам заинтересовался вообще это зрители и спросили я понял что мы с этим человеком на одной волне я тут же взволновало это ты знаешь отсутствие головы это моя больная тема безглавый малыш ты меня волнуешь да сразу анекдот пошлый смысл крп это хорошо крп это хорошо слушал смотрю на ли 499 100 курс который сейчас мне становится жутко да да курс сейчас так себя кроме война походу то есть вступить в элитный клуб реально могут только элитные пацаны я не нашел некий команд я нашел короче кучу команд в гугле как как забанить на определенное количество минут там прописать или причину указать можно но вот блин как переключить сам от каналу я думаю так и не понял ну ладно потом игре короче они только дроп листом отличаются без вам оба забавно андрюх тут опять какая-то странная инфа что появилась в чате чек спрашивает говорили уже на стриме про по 16-летнего хохла который вчера соскать у брида сэд спадыча не я вот это уже все не буду это уже где-то было на прошлом стриме из этой серии про пандачу ну да хватит потом фиг разобавить придется я не в курсе вообще ребята я не в курсе я вот с этим с неподдельным интересом смотрю за за этим заплесканием к рп в клане сейчас там походу в кроме за месяц идет нормальный такой а друг народ интересуется употребляешь психоделики это что не знаю но грибочки всякие да возможно пока не сезон вроде мнение но я как бы сам не знаю я просто слышу ну да да так обычно и бывает мне вот интересно какая пачка у нас четвертая будет плане это он чё будешь то есть андрюх то есть ты официально заявляешь только бурателек бурателеком да и психотину брать улики пьют бурать улики это я такие наработочки для муви мейкеров сейчас проговариваю периодически для но это не услышит это им придется опять качать ролик вырезать работу подкидывали да пусть пусть блин что-то я хотел вина красного вы девку рыжу то профи то 44 ой будет наконец а вы дожди зачем тесар счет профит ну хоста 2 на 4 до каста второй фокус блески мгф но magic барьер по моему ли как он там ну там нормально так вообще слышал он а вот как думаешь что за фигня убиваем безбашенных рыцарей а с них падают башенные щиты как ты можешь объяснить это у них просто башки щит а у них короче место башни был щит но она переложили в сумку для кучи безопасности все я понял возможно башни засунули в и она поэтому в щите теперь вообще-то пацаны он в руках держит башню это его щит на самом деле да все-таки много линейки потихоньку делают еще и к зомби можете это наблюдать на мне посмотрите каким веселым и беззаботным я был месяц назад когда играл два раза меньше но зацепила появилась наконец-то такое не притянутая за уши натурального происхождения желание топить это уже хорошо для линейки плохо для всего остального книжка у тебя есть на хасту там да андрю а вот вопрос интересует а русский это и меня прослушал почему ушла марита потому что не проголосовали за валентинку я ну проголосовали но мало людей если б я делал в ленте я бы тоже ушел ну вот так да ладно я шучу на самом деле у нее там в реале какие сложности сейчас но ты не связь придешь приехать обещал блин как же мне хреново да у меня за гранпаспортами просто сложности некоторые связи с обстановкой в регионе ну то есть если ты прикупишь танк то ты сможешь выехать в область да типа того сразу делай табличку google doxy танк или бтр только было бы здорово если можно просто прийти в магазин и купить себе танк и поставить его на на участке нормально да нету знаешь мне кажется те люди которые могут позволить себе купить так они могут позволить поставить его себе на участке но не везде все-таки не надо ходить в магазин ну чё недавно да они берут трубочку набирают номер и привозят домой так и катается на нем у себя там на усадьбе но ролик 15 там есть можно поновее но в америке обновил только парк нормально но за свою всю актерскую карьеру все-таки решил на настоящей технике поездить они как там у них голливудах на картонных по характеру сам как танк еще другим танков пор удаст блин хреново мне ребятушки простыл а вот эта хель как и ножка побаливает да у меня тут есть зеленый чай с чем-то ночью там не помогает а по каким лекарствам тут знаешь в чате советую знать пивнуть тебе надо сделать пивнуть такого чая такого горячего 40 градусов нет нормальная тема но это только уже перед сном наверно где-нибудь лучше сделать и в постельку вам а дел сама постановка вот сразу нравится лучше где-нибудь это сделать а потом в постельку у тебя кроме дома еще где-то стиль есть не явлюсь делать это перед сном перед сном потом бах и в постельку ну ладно проехали слишком сложная фраза лимова на я нормально не я колеса не особо люблю если как бы не то ну ничего сверхъестественного не происходит обычная простуда то предпочитаю без них не на вообще мало людей которые любят конкретно колес от простуды но я себя действительно помогает как бы чем старше человек тем как бы стремнее выглядеть температура 37 колеса от простуды но много людей которые любят колес сюда температуру можно сбивать только после 38 вся остальная температура это говорит о том что все-таки твой организм здоровый и он борется с болезнью просто говорит что есть воспаление но еще не страшно ну после 38 там что-то уже в крови происходит поэтому ее на разбивать андрюх тут гениальнейший вопрос андрюх хотел бы перейти в роа добавлю от себя хотел но не беру говорят чмо вот так вот сам хотел бы ты же дурак я не знаю вот человек спрашивает я идейные ресторан с какой роли о чем ребят я клан распадется и ты останешься один я кланы не менял не меняю и как бы не собираюсь и рс не распадется он не останется один он останется своей командой ничего тут рс не распадется даже не надейтесь переходить никуда не надо все здесь будет если мы постараемся андрюх просят напомнить про байки с курорта а то как-то тема заглохла да и ты ты что-то замолчал думаю ты уже рассказывал как ты смог договориться о том что стояли у тебя компьютере там дело в том что компьютеры ноутбуки и все прочее где у меня только и как не стояло это же все было ни одно и то же место и ни одна и та же ситуация это целый букет увлекательных вот если не рассказывал я думаю будет интересно увлекательных баталий в борьбе за комп и нет но это уже под конец было там потом за этот клуб были баталии причем не только среди осужденных сотрудников с этого будет по блогли там же это это целая одиссея вы что это годы да ну даже как ты людей даже начальник колонии представляешь вызывал меня в один прекрасный момент вместе со всеми своими заместителями короче ну как вызывал из изолятора короче меня приводили и он говорил ну что хохол кинул нас на соточку ну сто тысяч рублей смысле а я ему естественно рюда нет конечно как вы могли подумать я честный человек вот и уходил дальше сидеть в изолятор такие были история а из истории мне больше понравилась фраза нашего любимого сергей петровича который привызывает вот что ты что ты сделал для колонии что игрушки вообще сделал клуб и что твой клуб привателе петрович этот клуб принес колонии ну примерно 500 тысяч рублей ты что где 500 тысяч рублей я ты их блять не видел такая тема тоже было искала ходил три дня я среди заключенных игроков в доту как ты находился они сами находились и поднимались чувак поднимается в зону ну молодой там молодых пацанов много в последнее время очень много тем более это было для первоходов по 2 8 хороших да да это особенно вот таких мы в том числе и докера вы всяких разных вот и как-то приходят широко открытыми глазами прикинь раз а там клуб компьютерный ну такой как старое время знаешь там 90 конце день вот такой компьютерный клуб 10 компов 0 мусоров норм до 50 рублей час у нас одно время даже было представляешь больше компов и желающих играть я даже на первую доту качал карту мод которая 6 на 6 делает ну то есть абсолютно все то же самое но просто можно было в 12 тел играть напомню тоже такая была горение в ней играли ну так было всего 10 компьютеров не там же не только в клубе комп и там ну как бы кроме этого еще минимум штук 10-15 есть в разных местах и локалка лежит по всей зоне понимаешь бабло с этого начальника ну конечно только на чем начальник зарабатывал так на все на том что он начальник уже на всем подчиненному ну то есть приходили компьютеры платили за то чтобы поиграть да или вы собирали какую-то команду участвует в турнирах не ты шою сама сошел какие турниры могут быть 3g модема еще и когда глушилки стоят вокруг что они да просто ну как бы приходят люди платят деньги играют в игры день не уходят вверх ну так а а купились компы то быстро для меня нет и не только ты же за все здесь я только я а как ты думаешь он там сидел ну так а ты хотя бесплатно играл ну я вообще-то там типа заведовал всем этим заведением такая тартология админ был клуба не для себя я все отбил где-то в течение года но все затраты а вот тут замечательный вопрос откуда деньги брал компы и тут сразу возникает другая история совсем про другую игру давай ну атлантику монетизировал такие были всех прибыли ну у меня был очень хороший шмот ну топовый типа и ну там есть ну в атлантике есть персонажи которые ну в которых лежит там ну там ну в районе пяти лямов рублей вообще изи понимаешь да не я понимаю что есть конечно во всех играх такое но я просто к тому что нет было интересно допустим но ты там продал куда-то там дать деньги на веб-мане и как-то выставить покупал компьютер и их привозили туда привыли как не мне фидюха их теандр все купил я ему деньги перевел все купил все привез а помещение быстро нашли под клуб конечно как только я сказал что есть такая тема все быстро на и посчитал сколько бабла с этого можно поиметь тут же вы я пришел с бизнес-планом короче к начальнику и сказал зачем сидеть лицом шелкать если можно вот так сделать и будет прикольно всем мы в принципе был прав было прикольно всем кроме нарядчиков почему а ну потому что мы их выщемили а их художников которые которых выщемили нарядчики прикинь мне недавно писал вконтакте один старый знакомый с пятерки прикинь что пишет а я штамм на пятерке ну поднимал локальный сервак линейки вот ну и там на нем было правда там 7 игроков но это неважно просто пацаны хотели посмотреть что за игра вообще ну а там люди подолгу сидят ну то есть как бы одного товарища вообще с нуля научил пользоваться компьютером полностью собирать разбирать ставить винду там юзать photoshop еще что-то причем юзать photoshop при том что я самого юзать не умею вот ну всякое было и вот один из этих людей которые прикалывались на этом локальном сервере оставил я там интерлюд по моему до до сих пор сидит отбывает и до сих пор играет в линейку только сейчас через 3g модем играет кстати на гранка и не такой вот прикол ну и говорит спасибо андрюх что типа показал линейку а стрелки киньте косарик бойцы отсутствуют все он тут лежат все бурита андрюх да тут нам говорят в чате что у нас несколько нас несколько месяцев назад была другая история про компьютеры подарили старое железо кто не знаю кто кто-то подарил нам старое железо не но там на самом деле была сборная солянка в принципе мне тут киньте реки из города пару компов намутили но железо там матеря процессы видео самое обалденное было как на таха привезла жесткий дистор планах памяти ты помнишь но в коробке от телефона до классовать это приемщица со словами возьмите опера разрешили да да это было прикольно дайте мне сумку нет там история на самом деле как я вам сказал вкратце купил 10 компов да я же вам не сказал что все 10 были бы ушные во первых ну то есть короче все внешние части они новые то есть монитор там системник клава мыша наушники все это новое а все комплектующие бушная я заморочился этим здесь у себя в городе попросил людей часть там пацаны подогнали часть просто купили скупили часть в москве фидюха насуетил и все это собрали в кучу и привезли в принципе часть того было откровенно слабее чем другая не там все примерно было одно и то же в одном ключе то есть я же не покупал что попало я скупал эти компы ну и морочился всем этим около месяца вот там все было одно и то же короче мдшки двухъядерные какие-то там ну в районе 3 гигаерц не помню как они там называются по 2 гига оперативы видюшки какие-то 512 метров но это же было давно когда в одиннадцатом году вот это в принципе это да не было шикарно но для тех мест очень даже норм видишь ки какие-то моники 19 дюймовая винты 5 х аточки ну так нормально жить можно вполне ребята играли и в дотки и тому в контру того что только не играли и квейк и всякие эти полу в дьюти андрей тот вообще отличный вопрос из которого рождается другой просто другая отличный а другой отличный рассказ а пили ли лица в компьютерном клубе да да ну или нет глава но ты как считаешь просто можно по-разному трактовать вы было по разу ну вот как случалось там с мироном там завором да но это как вот ну я завра пиздюли был не от я завра тоже нормально окучивал ты на можешь не застал а ты не застал это был короче культовый момент я короче рост а там за кризовар завор сидит за твоим компом короче слушать азару на чувак лаван я тебя перебью меня родилась гениальная идея гениальная идея я хочу на какой-нибудь самый мазёвый субботний там стрим короче самый прайм я завра хочу позвать гости найди мне его это важно ну а ты напрягись лебедев там на то что мы еще говорим про просто кризис да вот и вот он так что мы уже говорим про то что мы говорим про то что мы говорим про то что я знаю что город у него это как ефремов да и в принципе адрес куда он оставил когда уехал ну прошивили его слышь он же там на месяца три рамки меня у меня я его провожал еще даже а так вот И Зак стоит за твой кол и начинает там музыку слушать, ну ты знаешь, что это такое, даун стайл такой. Йоу, я ниггер, у меня там это самое, мы папиросим. Такой дебильный рэп для даунов отбитых. И врубает его на полную громкость, а я выхожу покурить. И Завр такой говорит, Игорь сделай потише, ну как бы Зайка от него пофигу. Он говорит, а ты слышишь, Славик шел лесом, опять, Гарри сделай потише, он опять шел лесом. И тут Завр вспоминает как делал я, я просто подходил и выдергивал Джек из системника. Ну и то есть музыка прекращала идти. Завр делает то же самое, Зака подрывает и словами, ты что животное попутал, начинает бить ему лицо. А я в это время стою в предбаннике, курю, и слышу, там уже Завра добивают. Слышь, не забудь, слышь, не забудь, короче, рыжему потом скинуть эту ссылку на запись этого стрима. Сказать, что он теперь суперстар. И я даже могу сказать больше, это тоже легендарный человек в истории онлайн-игр Зака. Вот, это просто персонаж-легенда на одном из сотен серваков фришных Ultima. Вот, но этот сервер был популярен, там в прайм-тайм был, короче, онлайн 100 человек. И вот по неподтвержденной информации он был лучшим среди них. Вот, то есть человек многого добился в онлайн-играх. Но при встрече со мной ангажировался как чемпион Краснодара по Квейку. Слушай, Андрюх, тут просто народ спрашивает, что за Завр? Блин, пожалуйста, как бы ты описал Завра? А Завр это, ну максимально коротко? Да. Это восьмое чудо света. Это, кстати, тут народ не в курсе просто, напольное прозвище Завра Слава Седло. Ну да, Слава Седло. Действительно, это ну как бы в реальности его называли Слава Седло, ну либо просто Седло. Вот. А ну в виртуальном мире он был Аквазавр. Аквазавр. Ну это просто уникальный персонаж, ребят, я вам говорю. Если это реально, я вам его найду. Просто мне кажется, он продлил очень много лет мне жизни. Потому что, ну, когда смеешься, говорят, жизнь продлевается. Я очень много с него выхватывал. Поскольку он у меня работал одно время даже. Ну этим. Мунивальным, помощником, короче. Уникальное создание. Просто уникальное. То есть он реально думает, что он бог. Реально думает, что он бог. По факту он, короче, ну просто Элдер Рак. То есть, ну, там вообще тупик эволюции. Ну, в общем, просто не сочетаем. Не знаю, не знаю даже, как это описать. Это великий человек. Это я вам скажу точно. Выступает в жанре примерно Валера Валакаса. Вот примерно в этом. Мы пытались записать его гайды по доте. Потому что у него совершенно вообще. То есть там на Трианк протекторе обязательно должны быть Владимир и Доминатор. И Пауэртрейды. Да, да, да. Либо Владимир, либо Доминатор. Иногда и то, и то. Ну, подожди, а как же лич с вангвардом? Ну, то есть не случайно по убеждению у чувака лич с вангвардом, как бы там, ну. И Пауэртрейдами это нормально. Да нет, ну. Это еще ладно, черт с ним. А че так? С таргетами какая-то шляпа происходит. Антонио, дай мне сумку, я тебя там уже пару раз просил. Меня смущает этот значок. А ты помнишь, как он учил зубы играть? Вот Таятка. То есть у него была одна душа, а это зуб. К зубу добавлялись студент, кто еще? Ну, местный. Местный, кислый, кислый, да. Вся-вся, короче, элита. Вся элита. Не, Завр, это фу, произведение искусства. Блин, как же мне хреново-то, а. Скажи, у вас конфликты уже сейчас с Роу возникают на спот? Ну, как сказать. Уходите, мы тут стоим. Фактически, да, практически, но нет. Андрюх, а ты встречался, на курортах тобой отдыхали чемпионы по каким-нибудь боксам? Или вообще какие-то такие вот жесткие типы? Да. Кого? О, помните. Да, чёрт его знает. Ну, вот так конкретно вспомнит. А, не сразу как-то Леша Мороз вспомнился. Таких всегда хватало. А он чё? А он жадкий качок. У него там. А, 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 всё, ну да, ну да, точно. Не, ну таких хватало, ну как чемпионы. Ну, вы же не путаете там какого-нибудь персонажа уровня Емельяненко, да, ну и тех там чемпионов всяких разных. Я же чемпион, ну, в селе выиграл чемпионат, уже чемпион, ещё что-то где-то как-то, ещё и тоже чемпион. Ну, хватало их там, этих всяких спортсменов, мега-спортсменов. Вот, ещё. Вот меня, чувак, как-то так настойчиво очень. Ну, спамит сначала мелкими буквами. Сейчас уже на капс перешёл. Очень просит передать привет всем, кто сейчас в Глудио качается. Но, я не знаю, как конкретно в Глудио можно качаться. Может там качалку открыли какую-то. В Глудио никто не видел там фитнес-центр какой-нибудь, нет? Мне кажется, Андрюха, это сарказм, потому что заходил в Глудио и половина трейдеров там лежит. А почему? А, привели, привели мобл? Ну, конкурентов устраняют. Разве в городе будет монстр на трейде бить? Сидячих будет, но процент не снимется. Ну, то есть, ты ушёл, оставил на ночь что-то скупаться или продаваться. Приходишь, а оказалось, что через 20 минут, как ты ушёл, тебя уже мобы заколупали. Соответственно, тот персонаж ничего не скупит и не продаст. Да, поэтому лучше мдт. А дроп будет? Нет, дроп нету. МДТ безопасно. Ограждено со всех сторон забором. МДТ небезопасно? А почему МДТ небезопасно? Что туда, можно как-то притянуть? Ничего себе, зацеп, походу, реальный параноид. Смотри. Почему параноик? Ну, блин, ну как, почему МДТ небезопасно? Как туда можно что-то привести, я не пойму. С какой стороны? Ну, не знаю. Должу сказать. Ну, они уже у заборчику сидят. Мне подсказывают, что действительно где-то в Гудео есть подпольная качалка. Вот, 70к в неделю. Абонемент. Ну, в общем, не знаю. Пробивайте. Ну, просто по правилам игры говорят в городе качаться запрещено. Вот, поэтому качалка подпольная. Блин, что же она так разваливает-то, а? Андрюш, тут дорог тоже интересует, а шмол падает в городе? Нет. 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 Даже опыт не снимают, то есть я в городе много уезда. Андрюш, вопрос простой и написан политкаретно. ДВП. А санатории голубые были? Да, конечно. А куда без них-то? Эта система без товарищей петушков существовать не может. Птицы наши, всё. Да, 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 да. Это обязательное звено. И сразу... А, кстати, вот ещё мы забыли про одного культового дотера птицу. Кого? Ури. 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 Ури the best. Порно стар. Гей пабликов. Да, хорош вообще. Иван, у меня язык не поворачивается, но если хочешь, можешь вкратце приколоть. Ну да, ну так. Я думаю, народ выхватит прилично. Они ж хотят всё баек. Расскажи им про медийную личность Ури. Ну как медийную личность? Жил такой... Ну он, он медийная личность, но он не медийное лицо. Он другая медийная часть тела. Об этом подробно. Так вот, был такой персонаж, звали его Юра. Всё у юноши было как бы в жизни хорошо. Работал он с нашим товарищем Валерой и другим товарищем Мироном, ну вот, добавной обезьяной, в художке. Что-то там рисовал, колотил подранники, натягивал толсты. Ну, художники-то, они такие ребята творческие, но работают по ночам. Тем более, когда есть заказы, начальнику специально картины, он там их продаёт, дарит и так далее. В художке у Валеры был компьютер. И он там периодически играл и зависал. Разумеется, там же был 3G-модел, телефончик с камерой. Ну или просто телефончик с камерой, я не знаю, они чем пользовались. Но в консоли, когда опера забирают, ну, при очередном набеге на вот эту вот богодельную, художественную, забирают телефон, в телефоне обнаруживают фотографии улей на столе, голову, раком и в разных других позах. У оперов возникает вопрос, почему так? То есть, что случилось? Оказалось, что юрец делать фотографии, отсылал их в какие-то там гейские соцсети и там, значит, просил помощи у молодых или не очень молодых, но состоятельных геев. И те, разумеется, помогали бедолаге. Разумеется, телефон мобильный был забран. Вот. Ули там пытались то ли стрясти бабла опера, то ли ещё что-то, чтобы он поделился своей гей-выручкой. Короче, там всю историю умалчивает. Но, и я не знаю каким чудом, кто-то ещё зачем-то зашёл на этот гей-гей-сайт. И, о боже, там юрец раком на столе в художке. Что же делать? Вот. Я застал, ну я был не в курсе всего происходящего. Самое смешное, что, сука, Мирон был в курсе сто пудов. И Валера, потому что мне просто Ромка потом прикалывал, когда их начали тянуть опера за эти фотографии, Мирон долго орал, вообще в голубятину вашу меня не втягивайте, я ничего не знаю. Обезьяна съезжала как могла. Да. Вот. Я застал это в следующем моменте, когда Юра говорит, слышь, ты там, да, традиционно сексуально ориентированный человек, иди сюда. Он такой, ты как меня назвал, чё? Вот. После чего человек ударил ему в голову, говорит, пойдём со мной, я тебе объясню, кто ты. Вот. Ну и когда начался вопрос, кто он, натурал или не очень говорит, ну вроде фотографирована голая жопа. Ну что в этом такого? Я не видел этих фотографий, клянусь. Но все те, кто видели, говорили сто пудов. Он с ними. Это гребень, триста процентов голубок. Вот. Юра долго отказывался от своей роли, ночевал в телевизионках, а не с другими птицами в курятнике. Но после смирился и стал вполне себе порядочной птицей. Да. Короче, была жесть. Да, да. Юра, конечно, такая дура, пиздец, просто. Блин, ребят, я в шоке. У меня чердак просто квадратный. Это жесть. Блин, а завтра еще к стоматологу идти с простудой, вообще нервоз. Так ты уже все, закончил у него. Нет, ты что, Костян, там еще, ну недели две мне ходить, чтобы закончить. Слишком масштабное разрушение. Но с простудой можно и пропустить сеансик. Да я, наверное, так и сделаю. Просто горло еще так это першит, вообще неприятно. не знаю. Совсем не хорошо как-то получится. Блин, надо позвонить, предупредить еще. Ой, мой. Да, правда, так что-то горло болит аж. Разговаривать немного больновато. Мне больше всего бесит, когда больно глотать, мне это прям раздражает. Да и это тоже. то у меня вообще если там знаешь как-то посерьезнее приболел почти всегда ангина именно настигает но осложнение на это вообще такой нервоз последний раз давненько это было уже лет 7 назад 8 даже кстати вот на удивление всяких разных этих не было нормальной еды ну с витаминами там какими-то минералами знаешь но нормального рациона мясного там овощей не знаю фруктов еще чего-то но основу каши там какая-то хрень короче кетчуп майонез вот и при всем при этом иммунитет стал лучше за это время вот я пробовал андрюх андрюх тут птичья тема взорвала просто чат чё такое юра суперстар уже типа того а вот странный вопрос а что делать если на зоне общей душевой мыло уроним во первых во первых частных душ в их там нет ну и их очень мало и часто да чё делать чё делать как купить мыло бойся как хочешь так и мойся или носи с собой запасное мыло это вообще оптимально ребят я вам просто могу подсказать значит нужно толкать аккуратненько было до стеночки повернуться вот да так и аккуратненько на корточке тогда шанс выжить максимально следующий вопрос тоже на грани фантастики андрюх были ли у тебя проблемы с администрацией колоний не мысля полгода провел в изоляторе как вы думаете были или нет потому что все блин что лишь костя может там все по полгода сидят а да не брось ты брось ты вован он вообще ни разу не сидел пока со мной не познакомился да есть люди которые по 10 по 15 лет сидят ни одного нарушения да не костян это довольно таки неплохой показатель у меня те так скажу вот гашан ушел ни разу ну да таких слоник славит пожалуйста а изолятор такой пипец наказание суровый дает ну да особенно зимой зимой вообще великолепно отопление нет окон нет одежды нет кровати пристегнутых есть корм есть туалет есть вообще великолепно это же курорт натуре притом и еда а корм а там что ты понимал понимаешь там люди сдают своих друзей близких понимаешь только ради того чтобы туда не попасть допустим вот как ты думаешь плохо там я просто смутно будет представить потому что вот здоровье как бы жизнь опасности администрации колонии подвергать права не имеют а то что там будешь один сидеть в не очень комфортных условиях длинные не считают таким серьезным наказанием слабо ну да не ну вот эта шутка про не имеют право подвергать жизнь опасности этого 5 баллов вообще просто андрюха что там у тебя за лук расскажи так есть же этот плюс 10 то slb усиленный длинный лук топ магазинный д светится великолепно вообще просто как мой бог плюс 10 светился жалко только что это не бог вот а так было нормально вообще такой вот лучок продает мой товарищ 7 лямов принципе предложили но пока что-то тишина так что если у вас есть предложение лучше можно обсудить такой вот он прикольненький но окат конечно по вообще на какие установки а были нарушения за который это изолятор улетал в основном ну комп ноутбук модем ну такое да как модем там растя появился ноутбук и ты сидишь а как он вычат появился у но это что но ноутбуки возникающие да это ж как бермудский треугольник там ниоткуда вещи появляются и туда же пропадают понимаешь андрюха ты вспомнишь когда если скандейки забрали бука пера не знают откуда вообще там оказался и как ну и не надо материализовался там мистика ну да я суммонил ноутбуки периодически мопеды роутеры что еще было мопед кстати был охранник с прозвищем мопед да эта сука порезала мне шорты и я в трусах шел в барак улыбай а ты застал короче когда мне мопед расчленил вообще все нет нет ты рассказывал да ну так вот там работают такие люди иногда не все но большинство я бы даже сказал такие профессионалы своего дела например как мопед он же не да да а отдельно хочу заметить можно представить какого интеллекта и моральных качеств остальные сотрудники но только у этого погоняла гнида он же а инспектора брызгалов и ефрейтер то лучше иметь дочь проститутку чем сын ефрейтера именно это каждый день перед походом а товарищи брызгалова на работу ему говорит отец продолжать ну да так вот гнида он как типичный сотрудник у из он ну в основном где-то в жизни был чем-то обижен вот ну где-то были у него какие-то трудности что он решил пойти охранником работать в такие заведения потому что работа она мягко говоря не из лучших и явно не развивает тебя как личность лучшую сторону ну вот гнида был вообще яркий представители он очень не любил людей которые умнее его во первых во вторых которые выше его а был он очень маленький но такой где-то метр семьдесят и очень глупый но где-то айкью короче но я не знаю тоже где-то 70 вот и иду я значит пошил себе там по моему летнюю не помню или осенний там костюм короче ну как костюм ну что-то такое типа местной формы которую выдают но только чуть более на меня подходящая вот по моим размерам и так далее все ништяк иду гнида такой куда идешь на плацу я рю так в отряд а зачем я ему так vc посетить есть необходимость он говорит ты где работаешь я рю вот компьютерном классе так сказать администратор вы же знаете уже этот еще раз зачем спрашиваете он ты что мне хамишь ты что мне хамишь или да нет так пойдем в дежурку ну все в дежурку это короче уже начинаются приключения приходишь там еще парочка таких же клоунов ну и начинается как ты меня назвал ею так ну не как там гражданин начальник что ты мне сказал я в отряд иду куда идешь или нужду справить ты где должен быть я люблю дядя нового очевидно же что в вц я должен быть если мне нужно это нет ты должен быть на работе ты короче покинул рабочее место без разрешения администрации но это вообще цирк поскольку я до этого там три года туда-сюда ходил и ни разу не спрашивал ни у кого разрешения но то есть это такое высосанное из пальца ну и в общем в процессе диалога я говорил ему что о нем думаю вот ну спрашивал как у него вообще дела как жизнь вот как ему нравится его работа или не очень простые в общем то вопросы задавала он в это время резал всю мою одежду ну одежду обувь потому что она ну как бы не установленного образца там есть такой пунктик правила внутреннего распорядка если одежда не установленного образца ее можно там и нужно изъять но в принципе про порезать нигде ничего не написано вот и опять же в такого рода одежде очень долго ходил в общем то всегда вот но поскольку товарищ нида был очень обижен тем что я намного выше него и плюс еще намного умнее а как бы ну поддерживать диалог он вообще не способен ну то есть как бы вопрос вопрос бычка типичная схема дальше уже процент бычки растет там вопрос бычка бычка вопрос еще пять бычек ну вот и по нарастающей такие дела на типичный инспектор а вот эти силе ванны которые совсем не брать а те скажем да фу андрюк сейчас просто почему вы читаете вопросы на выбор это несправедливо новом но прочитание на выбор подряд и там будет почем галли вам не взял пандио да почему ты вопросы про зона читаешь ну я уже такой что будет в новом патче то самое главное что будет в новом патче это стрелы просят святогор самое главное что будет новом патче это enchanted вали локация это соответственно буст милика в целом довольно таки неплохой но разных по-разному ну тех же дагеров хайт будет допустим вот ну это наверное из основного что там еще и сашки должны вроде бы быть в эти пушечки вот такое вот следующем обновление вопрос просто кидах кто и даст инвайк дату 2 а зачем почему так не знаю как бы все подряд читать ребята будет просто забей поэтому как бы выбираем они нормально мне показалось что экспо что-то опять на 48 сильно замедлилась мне не показалось нормально в принципе он 13 процентов набил часов за пять пойдет до костян я не знаю если честно я бы пошел лечиться если честно я вижу что зрители смотрят хорошее количество мне как бы но очень не хочется людей кидать на там почти полчаса стрима ну что мне так хреново это пипец там минут 15 наверное что посижу ты сегодня пельмени ел дня вот поэтому и болеешь продула без переменей когда организм чему-то привыкает о 999 зрителей было 666 помнить и цифры прям круглый твич смотри андрей ты рассказал про самых глупых людей санаторий тут просят про самых умных рассказать ну смотря в каком уме в каком плане сказать самых умных кого назвать умным кто разработал схему больше всего бабок там вымутить ну это связано опять же с должностью или же просто в целом нормальный адекватный здравый человек может быть вот так будет правильнее должна не попадать идут ну реально как бы умные люди то есть не просто какие-то непонятные отбиты там да она я же не на одном санатории имел удовольствие отдыхать а на 2 3 с половиной года на одном потом три с половиной года на другом вот и на первом санатории были очень хорошие два даже не два я бы сказал а целых три прям ну очень человека с большой буквы ч с погонами с которыми в принципе я поддерживал хорошие отношения и всем от этого было хорошо хорошие были люди сейчас двое уже ушли на пенсию ну там рано пенсионный возраст настает и как правило адекватные нормальные сотрудники от кончалых отличаются тем что нормальные люди как только наступает пенсионный возраст сразу же валят оттуда на пенсию там стоит признать пенсии неплохие у них вот ну порядка там семидесяти процентов или как-то так от зарплаты ну нормально там короче наваливает они быстрее оттуда свинчивают и ищут себе нормальную человеческую работу были нормальные люди и сейчас есть но к сожалению процент очень мало там меньше меньше десяти это точно а ты когда там был побеги случались да прям бегали реально да еще не ловили ловили как фильме шаушенка с подкопом тогда сидела ну несколько проще но это отдельная история думаю хватит на сегодня уже про посиделки потому что вижу там часть народа дают одни просят другие не адует но принципе как всегда это как хавка тх тут не может быть истины как лучше адекватных людей последних которых я застал это борисович и сергеевич ну да несомненно это так кстати дим полик на воду подают ну пожелаем ему удачи да вот звони мне просил сделать справку о работе кстати я только не исполнил что я зря столько мобов он пульнул походу блин забыл вот включить ребят извините вообще забыл даже когда ее выключил и пипец ну башка деревянная когда ник dvp башка деревянная но все сходится в принципе древесно-волокнистая даже спрашивать люди а снова то были мысли свалить короче оттуда они это крест на жизни поставить называется так потом всю жизнь прятаться даже если все получится но кто убегал никакой мотивации было там не знаю только сроки катастрофически огромные да в том-то и дело что оба раза нет не а тут понимаешь в том что пытается как правило сбежать люди не те которые будут потом который есть дом который некуда идти кроме своего дома потому что несколько дом есть есть семья есть родные я даже знаю человека он потом писал товарищу в зону письмо когда он пришел домой но дом сгорел он бухает есть собак конечно сбегает потому что у него никогда не будет работы никогда банковских счетов у него никогда не будет паспорта он ему не нужен он будет бухать самогонку и собак а таких много ну да ой жалко что нельзя устроить близ голосования отпустят меня ребята домой полечиться или нет чего нельзя можно вроде бы первый день с партнеркой можно этого ванна в контакт заслать я думаю еще задержка стрим пройдет как люди напишут чатик но на самом деле с партнерки действительно я тут пощелкал качество ну как быстро переключается и нормально то есть на самом лоу качестве вообще интернет-канал почти не забивает nice но просто если люди только слушают звук как бы до интернет не очень хорош что на лоу качестве прекрасность как радио ну славненько это в принципе главное чего я хотел добиться остальное тоже так спасибо всем ребятам которые подписались ты еще не пожалел что нет их от нет почему бы мне пожалеть не знаю может так подумал взвесил прикинул поставить по нажимал одну и ту же кнопку сто тысяч раз на стреляя в мобов и подумал блин был бы я даген и нажимал бы точно так же одну кнопку да нам он всегда кажется что кто где там где тебя нет там типа лучше но я уверен что был бы тх было бы все похуже ну по крайней мере даже в плане экспо близ голосование адены или деньгами люди предлагают в основном пишет иди домой как бы лечись да серьезно ну большинство процентов 90 ну хорошо бы на самом деле очень разваливает для меня просто пока это только начинается лучше быстренько сейчас принять меры бабахнуть там метку еще чего-нибудь вот и быстренько постараться до 4 уже быть бодричком так что костя наверно мы не проверим получится ли больше двух часов до но я думаю позвать в субботу делаешь а в гости и там наверняка мы проверим а делаешь ты выдержит нагрузки то выдержит выдержит ладно ребят не буду мушать вас своим приболевшим лицом и этим нездоровым тупничком простыл я ребят пойду лечиться давайте я на 80 процентов как бы уверен что в четверг мы увидимся я думаю ничего сверхъестественного не произойдет просто я буду уже знать что я приболел и что-нибудь там приму путного если что перед стримчиком наверно так что давайте увидимся в четверг подписывайтесь везде спасибо что смотрите спасибо пацанам всем кто со мной давайте пока 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 пока